Пару лет назад этот родник выглядел примерно вот так. Весной же этого года одно из любимых мест для жителей нашего района заметно преобразилось. Благодаря гранту от компании Лукойл, а также значительной поддержке администрации муниципалитета, родник малые ключи теперь буквально не узнать. К оборудованной ранее контейнерной площадке добавились небольшое строение, ограда, удобный подход, также был уложен щебень на дороге. Все для того, чтобы жители имели возможность набирать кристально чистую воду в комфортных условиях. Родник очень популярный в нашем районе. Здесь замечательная вода, востребованная очень у жителей района. И, к сожалению, он не озеленен у нас. Подобный пробел было принято решение устранить. За дело взялись ребята из школьного лесничества, который действует на базе Суходольского образовательного учреждения номер 2. Мы озеленили в текущем году храм поселка Серноводск, высадили аллею каштанов, в парке поселка Суходол высажена аллея манжурского ореха, по улице Суворова в Суходоле высажена аллея каштанов. В этом году на пришкольном участке ребятами было выращено более 400 саженцев пирамидального тополя. Его и было принято решение посадить в районе Родника. Экологическая акция прошла 17 октября. Участие в ней приняли учащиеся из Суходольской 2, а также Красносельской школ, представители структурного подразделения поиск, депутатского корпуса, а также районного отдела экологии. Конечно, это замечательная акция, я думаю, что у ребят все получится, они занимаются замечательным делом, выращивают саженцы деревьев. К сожалению, наш район не самый зеленый на территории Самарской области, поэтому это очень актуально, очень приветствуется, и мы рады, что дети с большим удовольствием принимают в этом участие. Экологию улучшаем. Ну что значит улучшается экология, по-твоему? Ну, чем больше деревьев, тем больше свежего воздуха. Это красиво, когда деревья. Много деревьев. Выкопать небольшую ямку, затем разместить саженец, полить водой – все это нужно делать крайне аккуратно, чтобы молодое деревце прижилось на новом месте. В администрации поселения Красносельское уверяют – растения на произвол судьбы не бросят. Наоборот, сделают все возможное, чтобы совсем скоро здесь было зелено и красиво. Администрация поселения будет продолжать обслуживать эти саженцы, мы будем ухаживать за ними. Если какие-то не приживутся, мы подсадим другие, то есть будем поливать, ухаживать школа и жителей поселения. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Продолжение следует...